Спасибо большое за представление. Конечно же честь для меня быть здесь в Москве. Я чудесное время здесь провел работы и продолжаю работать с Москвой. И я искренне впечатлен тем, что на самом деле происходило и происходит в городе в последнее время. И рад всем тем прекрасным идеям, которые сейчас воплощаются, которые в работе, включая общественный транспорт. Я также хочу поговорить в ином подходе мышления к общественному транспорту и надеюсь, что это поможет на самом деле немножко открыть наше мышление и иначе посмотреть на то, как можно определить эту проблему. Первая вещь, которая мне не нравится вообще в том, как обычно об этом говорят, так это тот факт. Мы, кто занимается планированием транспортных маршрутах, мы часто вот говорим о технических деталях, об инженерных аспектах, мы говорим о каких-то прогнозах и моделировании и очень быстро мы начинаем говорить вот таким способом, который никто никогда не поймет, кроме нас самих. И затем есть следующая проблема. Мы предполагаем, что все нам поверят, потому что мы вот такие вот эксперты. И ожидание состоит в том, что вот вы поверите всему, что я скажу, потому что я эксперт, потому что у меня есть какой-то большой опыт, потому что, не знаю, какой-то титул стоит перед моим именем. Но я хочу подойти к этому совершенно иначе. Сегодня вечером я расскажу вам следующие вещи. Скажу вам следующее. Не верьте ничему, что я говорю, если в этом нет никакого смысла. То есть, сделайте так, чтобы в моих словах был смысл, прежде чем вы в мои слова поверите. Так вот, если посмотреть на те разговоры о городах, вот в Москве, например, на городском форуме, конечно же, у нас есть отчаянное желание получить прогноз. Мы отчаянно хотим знать будущее. И очень часто мы выделяем кого угодно, как эксперт, если этот человек может с уверенностью прогнозировать будущее. И мы хотим слышать прогнозы. Расскажите о том, как будет выглядеть наш город, ну, в каком-то году в будущем. И огромное количество людей подойдут к вам и расскажут какую-то историю, которая будет ответом на этот вопрос. Но как нам узнать, что вообще люди представляют то, о чем они говорят? Как понять, верить этим людям или нет? Что ж, для этого нужно вернуться к следующему вопросу. Что же мы на самом деле можем предсказать и спрогнозировать? Что же мы можем спрогнозировать? Что? Так много людей нам пытаются что-то продать в мире. Продать нам, например, беспилотные автомобили, биг дата, большие данные, разные вещи. Пропихнуть, продвинуть, продать. И часто я вот думаю об этом. Вот говорим мы об умных городах. Умные города. Что значит умный? Умный, это значит, что вот есть какая-то компания, завладела этим, запатентовала и будет зарабатывать от этого деньги. Но я хочу говорить о вещах, которые не запатентованы. Я не хочу зарабатывать деньги на том, что вы мне верите. И это, кстати говоря, причина для вас верить мне, потому что у меня нет мотивации что-то вам продать и как-то на вас нажиться. Так вот, что же мы можем на самом деле предсказать? Вот такие вещи можно предсказать. Подумайте о следующем вопросе. Сколько больших взрослых слонов могут поместиться в бокал вина? И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то ощущение, которое вы испытали, когда я задал вам этот вопрос. Это вот такое ощущение абсолютной полнейшей уверенности в вашем ответе, что даже, в общем-то, ну, смех это вызывает. Вы ведь абсолютно уверены в своем ответе на этот вопрос. Правда ведь? Итак, далее. Некоторые из моих друзей, вот если их, например, спросить такой вопрос, они скажут, подожди, но вы же не провели исследование, где же данные, где же выборка, где же ваш доклад научный вообще? И я должен сказать, нет, ни один ученый на свете не мог получить бы грант на то, чтобы провести такого рода эксперимент. Вот настолько мы уверены в ответе на этот вопрос, без каких бы то ни было экспериментов. И вот таким образом вы можете быть геометрически уверенными. Потому что если вам этот вопрос через сто лет, в 2100 году, сколько слонов помещается в стакан вина? Ответ на этот вопрос вы уже знаете. Потому что вы были уверены в прошлый раз, вы уже знаете, что это такой факт, в котором вы на 100% уверены, что сейчас, что в будущем. Здесь вы можете абсолютно точно предсказывать будущее. Касательно этого вопроса, вот что такое геометрия и геометрические знания. Вот вы смотрели на что-то, видите, что это чистая геометрия, это базовый факт о пространстве. Таким образом вы можете быть абсолютно уверены в том, чтобы прогнозировать будущее. Только нужно говорить вот о таком роде вещах. Итак, далее. Вот знаменитая картинка, которую вы, наверное, видели. Показывает, сколько пространства занимает 100 человек в таком плотном городе, если они в автомобилях, в автобусе, или если бы они ехали на велосипедах. В 2100 году будет ли это правдой? Будет ли это реальностью? Простой вопрос. Чистая геометрия. Конечно же, это по-прежнему будет правдой. Это простой геометрический факт о том, сколько пространства занимают предметы. Далее, мы можем прогнозировать будущее, правда ведь? В 2100 году картинка в принципе не изменится. Так вот, в чем здесь моя мысль? Самые разные фантастические технологии появляются, огромное количество вещей изменятся, но мы можем быть уверены в следующем. Технология никогда не сможет изменить законы геометрии. Никакое изобретение не сможет поменять базовые законы геометрии и пространства. Как-то пример факт того, что большие вещи не помещаются в маленькие пространства. И именно это вы должны знать и понимать для того, чтобы действительно понять общественный транспорт, городской транспорт. Я много вел бесед с моими друзьями из технологических компаний в Силиконовой долине. Я живу неподалеку оттуда. Так вот, мы беседовали много обо всем том, что эти компании делают. И правда это вдохновляет, говорят они. Ну, это замечательно, конечно. Но часто я слушаю их и думаю, звучит это как будто они собираются изменить транспортную индустрию просто вот при помощи одного приложения. Просто какой-то софт, какая-то программа сможет полностью изменить весь транспорт. И это можно в целом сделать, но так или иначе, не стоит забывать, что транспортировка людей происходит в физическом пространстве, в физической реальности. И программы, софт может сделать, ну, какой-то ограниченный, добра вещей, чтобы изменить пространство. И фундаментально, не забывайте, технология никак не может изменить геометрию. Это четкий прогноз, который можно сделать относительно любой технологии, которая появится в будущем. Так вот, давайте посмотрим на это более подробно. Вот сколько пространства занимает 100 человек, если они помещаются в автобус. Далее, если они владеют своими собственными автомобилями. Далее, посмотрим, что Uber завоевал мир, и все мы ездим на Uber, и вот сколько пространства нужно этим людям, если Uber завоевал мир. Далее, далее у нас появляются беспилотные автомобили. И все мы ездим в автомобилях без водителей. Замечательно. Кажется вот так, замечательно. Далее, соответственно, люди, которые проповедуют распространение беспилотных автомобилей, скажут, что машины смогут ехать ближе друг к другу, полосы будут уже, и, соответственно, больше автомобилей смогут проехать. Замечательно. Может быть, это позволится экономить 20% дорожного пола. Замечательно. Но, если все, это только сработает, если все машины будут беспилотными, но есть ведь другая проблема здесь. На самом деле, проблема хуже. Это факт о существовании биологии. Так вот, если сделать что-то доступным, людей чаще всего будут делать это чаще. Так вот, транспортные профессионали придумали для этого красивый термин. Называется «вмененный спрос». Но ведь вы же знаете это. Вы можете послушать свои собственные мотивации, в общем-то, и понять, в общем-то, что очевидно, что, в общем-то, если что-то легко и просто делать, и приятно делать, то вы будете делать это чаще, очевидно. И это все, что нужно знать, чтобы понять, что если у нас не будет вот этого вот напряга, связанных с вождением автомобиля, если не будем тратить время на то, чтобы водить машину собственными руками, соответственно, будем ездить чаще, дольше, и в итоге это будет вызвать большую плотность транспортных подхотоков. По сравнению с личными автомобилями, которыми мы водим собственными руками. Так вот, предположим, я живу в городе, и я хотел бы купить маленькую дачу в этом лесу, потому что я люблю лес. Но, пусть бы я это не сделал, потому что туда ехать совершенно по пятницам вечером невозможно. А воскресенье вечером чудовищно мне будет возвращаться. И к тому времени, как я приеду домой воскресенье вечером, я буду под таким же чудовищным стрессом, как будто бы я никуда не ездил и ничего вообще, никак вообще не отдыхал. Поэтому мне нет дачи в лесу. Но, если бы мне было легко, например, читать газету или смотреть телевизор по пути на дачу, в пятницу вечером я бы купил, наверное, дачу, и мы бы все бы уехали на дачу в лес, на своих беспилотных автомобилях. И это как раз и случится. И мы это понимаем. И этот принцип, что если что-то доступно людям, это чаще, наверное, это также будет правдой и в 2100 году, потому что это абсолютно базовый факт, относящийся к биологии человека. В общем-то, базовая биология. Далее. Очевидно, что в конечном итоге будущий придет нас к автономным беспилотным автобусам. Это дает нам, соответственно, и все преимущества автоматизации. Но, соответственно, это не отдельный личный автомобиль, а по-прежнему, да, это что-то, что может перевозить большее количество людей. Так вот, если послушать обо всех этих технологических технологиях, пожалуйста, не смешивайте все это в один котел, потому что люди из маркетинга пытаются все это смешать вместе, что мы путали это между собой. Но есть три рода проблемы касательно городского транспорта, и три способа решения. Есть, во-первых, проблема выделения вредных газов, и, соответственно, эффективное использование энергии. Здесь решение, конечно же, электромобилей. Далее есть проблема эффективного использования труда и безопасности. Здесь, конечно же, решение беспилотной автомобилей. Но это, опять же, никак не работает с проблемой геометрии, которую мы выяснили чуть раньше. Затем есть проблема эффективного использования пространства. Это как раз геометрическая проблема в плотных городах, где не так много пространства. И здесь единственное решение – это большие авто. куда помещается много людей, небольшое количество автомобилей, где пространство использования очень используется, очень эффективно. Соответственно, никто в технологических отраслях об этом часто не говорит, потому что никто здесь не собирается зарабатывать миллионы, никто не заработает на этом, если мы будем использовать. Но, тем не менее, это на самом деле критическая часть непосредственно решения, потому что ничто другое геометрическую проблему не решит. Так вот, медиа, средства массовой информации, рассказывает, как все это будет работать вместе, и как это целостное будущее будет работать. Но нужно, на самом деле, посмотреть на это внимательно, разбить на честь, чтобы понять, что во всем этом будет работать, потому что, если проблема геометрии не решается, то в целом решение тоже не работает. Итак, давайте поговорим о чем-нибудь немножко другом. Как вы думаете, цели ли люди свободу? Любят ли люди быть связанными по рукам и ногам? А в 2100 году, будут ли люди по-прежнему ценить свободу? Да, наверное, да, потому что это биология. Людям нужно передвигаться. Опять же, посмотрите на эволюцию. Что нужно, не знаю, карманьонцы сделать, чтобы накормить себя? Им нужно двигаться. Опять же, если посмотреть ту же литературу, если вам нравится изучать литературу или историю, и вы замечаете какие-то вещи касательно человеческих мотиваций, которые, в общем-то, работают до исторических времен, то, наверное, есть какие-то здесь постоянные, перманентные паттерны и модели. Обычно, опять же, это имеет свой корень биологии, тот же. Давайте на секунду поговорим о свободе, о том, как присутствует эту картину свободы, которая как раз позволяет сформировать общественный транспорт. Вот диаграмма исследований, которые мы проводили в Соликонной Ватарине в Калифорнии. Это простая картинка. На английском такая картинка называется «Изохрона». Это линя, которая показывает гипотетического человека в середине, и она показывает, куда можно добраться при помощи общественного транспорта плюс на своих ногах в запределное время. 15 минут, 30 минут, 45 минут и 60 минут. Вот видите, вот такие розовые такие вот шарики. Это куда через час может добраться вот эта наша девушка в центре. И вы можете сразу видеть, что это, в общем-то, карта возможностей жизни этого человека. Она не сможет работать на работе, которая не находится вот в этой площади. Она не поедет по магазинам в местах за пределами этих цветовых зон. Она не будет частью каких-то сообществ или клубов, или религиозных каких-то течений, которые за пределами этих цветовых зон. Она даже встречаться ни с кем не будет, на свидание ни с кем не пойдет, кто за пределами этих географических зон. Соответственно, эти цветовые зоны, в общем-то, и определяет всю ее жизнь, даже ее семью. Да, и, конечно же, можно и по интернету с кем-то встретиться, но чаще всего приходится встречаться лично. Так вот, мы сделали сетевой редизайн здесь, и многие люди должны связаться на это, потому что я здесь полностью поменял автобусные маршруты, которые бы поменяли то, к чему люди привыкли. Но здесь мне, в общем, нужно было действительно какие-то обоснования применить технику, что же мог бы предсказать здесь разные модели, транспортные подходы, сказать, что я эксперт, потому что вот 75 таблиц в Excel. Или я могу просто сказать, посмотрите, вот что для Джеймс, значит, такого рода изменения. До, после, смотрите. Я могу сказать, если вот мы это сделаем, воплотим. Джеймс может иметь доступ к большему количеству работ, вакансии на 71% более, и она сама будет доступна для более чем 217% жителей ее района, ее города. Соответственно, эти люди смогут с ней связаться, и, в общем-то, это весьма легко измеряемое повышение свободы, и, соответственно, набор лиц, с которыми Джеймс может встречаться сейчас на 71% больше, набор рабочих вакансий, на которые она может подавать свое резюме, на 71% больше. Это действительно, абсолютно, реальная, конкретная выгода. И моя мысль здесь следующая. Если мы пытаемся спрогнозировать пассажиропотоки, мы используем, как раз, эту цифру. Внутри вот этого вот черного ящика, вот, где мы делаем модель, но я хочу, подскажите, остановитесь, посмотрите на это с четыре реальных терминах. Это все, в общем-то, хорошо, вне зависимости от профессии Джеймс. Тут факт, что у человека есть выбор и варианты, это ценные и хорошие вещи. И то, к чему должно стремиться правительство, вместо того, чтобы пытаться понять, что человек сделает с возможностью. Вот моя мысль. То есть, хорошо, брать внимание, за чей факт, мы хотим прогнозы, но есть противоречие, противостояние между свободой и прогнозом. Философы, в комнате сидящие, философы, сидящие в зале, сейчас заметят проблему свободной воли. Так вот, проблема следующая. Если мы хотим, чтобы наше будущее поведение было прогнозируемо, но если ваше будущее поведение прогнозируемо, то вы, наверное, просто машина, а не человек. Если вы будете человеком существом, вы будете нас так иначе усевлять, и все наши прогнозы перевернете с ног на голову. Так вот, что же вы собираетесь делать в таком случае? Это значит, кстати говоря, следующую вещь. Вот все это прогнозировать человеческое поведение через 20 лет по отношению к сегодняшнему моменту. У нас есть долгосрочные планы, 20-летние планы. У нас есть прогнозы цежопотоков на 20 лет вперед. Сколько людей будет проходить по улице, сколько людей будет ездить по улице, сколько людей будет ездить по той или иной линии метро. Так вот, что же это значит, говорить, что вы предполагаете и знаете, как что-то будет работать через 20 лет? Так вот, когда мы делаем такого рода прогнозы, мы на самом деле смотрим на то, как люди ведут себя сегодня. И мы предполагаем, что все, вопреки, будут вести себя примерно так же, как сегодня, но только через 20 лет. И, в общем-то, таким образом мы можем посмотреть, какие изменения могут произойти, как они могут подействовать на то, что происходит сейчас. Таким образом, мы делаем долгосрочные прогнозы. То есть, здесь мы должны предполагать, что когда вы будете в возрасте ваших родителей сейчас, вы будете вести себя точно так же, как сейчас ведут себя ваши родители. Мы это предполагаем. Мы смотрим на поведение сегодня, в принципе, это поведение ваших родителей, и мы думаем, что там через 20 лет, когда вы будете в их возрасте, вы будете вести себя точно так же, как ваши родители сегодня. То есть, мы надеемся, чтобы нас никак не удивить и не сделать ничего неожиданного, креативного, индивидуального и непредсказуемого. Мы предполагаем, что культура никак не изменится. Вы, конечно же, наверное, хотите не совсем этого. Вы хотите прогнозы, но при этом вы не очень хотите верить, что вы будете вести себя точно так же, как ваши родители, только 20 лет спустя. Вы не хотите предполагать, что вы полный копия ваших родителей, правда ведь? Так вот, давайте вот возьмем этот черный ящик прогнозов и немножко его раскроем. Разобьем его на составные части. Я работал с этим много лет. Журналисты, чиновники, все хотят прогнозов. Мне звонят, спрашивают, как будет выглядеть городской транспорт, как города будут работать в 2030 году. Как будто бы я знаю, и я объясняю те вещи, которые я знаю. Там, слоны по-прежнему не будут помещаться в бокалы вина, а машины по-прежнему не будут помещаться в города. Принцип тот же самый. Все хотят услышать этот прогноз. Разработать какую-то модель, чтобы она показывала прогноз того, как люди будут ездить на общественном транспорте. Выдающаяся вещь состоит в следующем. Здесь вот есть такая вот промежуточная черная коробка, черный ящик, и люди не хотят оттуда заглядывать. Приятнее, когда просто выходит эксперт и вот вам рассказывает прогноз. Но, конечно, этот прогноз неправильный, можно устроить скандал, эксперт будет выставлен в негативном свете, но... Вы просто не хотите углубляться и задумываться, что же происходит внутри черного ящика. Но в нем происходит следующее. Во-первых, там мы смотрим и видим какие-то ключевые моменты, разработка сети, далее землепользование, далее мы смотрим определенный степень свободы и возможности, что иллюстрируется вот как раз вот на этой изохроме. И этот шаг, это чистая вода геометрия, как перейти к стадии проектирования сети общественного пространства, общественного партия транспорта, уже непосредственно психологии. Здесь никакой социологии нет, просто математика. Так что в этих цифрах мы можем быть уверены. Далее, для того, чтобы действительно спрогнозировать поведение человека, мы должны подумать о самых разных вещах, которые гораздо менее спрогнозируемы. Во-первых, наш результат зависит от многих внешних событий, которые мы не можем спрогнозировать никак. Например, экономика будет как-то изменяться, цены будут повышаться и понижаться, будут спады, подъемы в экономике, это мы не можем спрогнозировать. Также нужно посмотреть, как будет меняться предпочтение людей. Есть такая теория, что люди любят, например, ездить на трамваях больше, чем на автобусах, поэтому там предсказано, что трамваи будут успешнее работать, чем автобусы. Но мы на самом деле видим, что с историей это изменилось. Да, было время, когда-то в 50-е годы, когда автобусы были гораздо привлекательнее, чем трамваи, потому что трамваи были очень старыми и разваливались на ходу, а автобусы были современными и новыми, понимаете? То есть эти вещи, они смещаются. Так что здесь нет вот какого-то стопроцентного утверждения, там, в том, какой транспорт, какой вид транспорта будет популярнее в будущем. В этом мысль. То есть если посмотреть на чистую свободу и возможность, здесь нет никакого прогноза, это геометрический факт, это лишь последовательность воплощения этапов плана, который мы показываем вам очень четко и конкретно. Теперь я хочу поговорить, опять же, несколько слов сказать о следующем. Где же большой транспорт, большой общественный транспорт действительно имеет успех? Не везде это возможно. Некоторые места просто успешнее расположены, некоторые места лучше спроектированы, чтобы поддерживать общественный транспорт. И вот здесь вы увидите, на следующих слайдах, что я здесь использую геометрические аргументы, а не аргументы, которые требуют данных исследования. Потому что если я буду использовать какие-то данные, вы будете доверять мне как эксперту по данным. Но я хочу, чтобы вы доверяли мне как человеку, который говорит осмысленные реальные вещи. Вот видите, смотрите, у нас два маршрута, два автобуса на каждом маршруте. Но вы видите, на верхнем районе у нас в два раза больше людей, внизу у нас в два раза меньше людей. Соответственно, понятное дело, что вверху пассажирный поток будет в два раза выше, чем в районе, который у нас внизу. Спрос в районе вверху будет в два раза выше. Если автобусы, конечно же, все одинаковые, в соответствии, верить с того, что люди в верхнем районе будут искать какие-то альтернативы выше. Конечно же, плотность, вам не нужно объяснять Москве, вы прекрасно это понимаете. Москва – это крайне плотный город. Естественно, вы понимаете, что вам нужны очень интенсивные, очень частые маршруты с очень частым перемещением общественного транспорта. Проходимость. Здесь есть два аспекта проходимости. Слева вы видите точка в центре, это остановка общественного транспорта. И, соответственно, если у вас есть такая вот сетка связанных улиц, как и те, с цветом друг с другом, то на самом деле большинство людей, живущих в этом районе, могут легко дойти до этой остановки. Если у вас есть, видите, такие отсоединенные, разъединенные, скиданные наборы улиц, то на самом деле гораздо меньшее количество людей легко могут дойти до этой остановки. И это просто сужает рынок людей, которые могут действительно дойти и получить выгоду от услуги общественного транспорта. Далее. Очень важно, чтобы всегда была возможность перейти улицу просто к остановке. Это очень важный вопрос в Москве, кстати говоря. Вот типичная московская улица. Я с одной стороны улицы и думаю, ой, прекрасно, чудесный магазин с другой стороны, кулинария, замечательная. И он для меня как на другой планете. Я никогда туда не доберусь. Никак. И вот особенности, проблема вас беспокоит, когда у вас остановка на одной стороне улицы, на другой стороне улицы, потому что автобусы работают следующим образом. Если вы начинаете на одной стороне улицы, отправляете с одной стороны улицы, то, может, вас привезут на другой стороне улицы. И всегда у вас должна быть возможность пересечь эту улицу. Это, в общем-то, базовые вещи, и по сравнению с европейскими или североамериканскими городами, на самом деле, не могу даже представить много мест в Европе, даже в Северной Америке, где вот в такой высокоплотном районе города, вот у нас есть улицы, которые просто тянутся на сто, сотни, сотни метров без пешеходного перехода. Мы просто таких вещей не делаем. И это имеет непосредственное отношение вот не просто к потребности людей, просто как пешеходы, перемещаться в родных частях города, просто автобусы должны работать, и они могут работать только, если просто можно сесть на остановку с обеих сторон улицы. Линейность. Следующий аспект. Общественный транспорт должен действительно иметь возможность двигаться по относительно прямым линиям. То есть, если вы, например, едете из одной точки в другую, вам проще предоставить идеальный общественный транспорт, если вы, в общем-то, не едете какие-то промежуточные точки. Вот у вас два гипотетические города. Четыре те же точки в этих городах присутствуют. Видите, вверху, у нас все точки находятся на прямой линии, легко организовать общественный транспорт, просто ехать по этой линии, прекрасный сервис, и легко соединить все эти точки друг с другом, в общем-то, относительно прямой линии. С другой стороны, если мы смотрим на город, который такой, как внизу, где все как-то далеко от прямых линий, моих путей нужно изгибать, как-то петельки делать, конечно же, здесь у нас служба общественный транспорт будет работать менее эффективно, потому что никто не хочет ездить по этим вотым сгибом. Здесь как раз вот есть особая вещь, что это смешная. Вот, если, например, у вас район, который находится в таком тупике, то что называется Куль-де-Сак, даже какой-то такой большой район, к которому можно добраться только с одной стороны, это проблема, большая проблема для любого общества транспорта, и никогда нет хорошего решения. Кстати говоря, вот, как и стрелка, просто в хвосте, в тупике острова. Ни на каком маршруте, который можно построить, и который может людей сюда привезти никак. Я от Полянки шел сюда чудесно, но это самая близкая точка к стрелке, понимаете? И у меня не было никакого выбора, иначе как-то добраться к этому району, потому что никак по-другому это невозможно. Стрелка мне очень нравится, но очень важная. Вы, ребята, в тупике, в Куль-де-Сак, и, в общем-то, очень важный этот момент, выбирая места для планирования жилых районов, чтобы они не были в таком топе. Далее, еще один вопрос о линейности. Часто города уже были созданы и построены так, что нет там линейности. Люди пересекаются с главными артериями, с главными экстралями в городе. Все это оптимизировано для автомобилей. Посмотрите, вот на Большая Никитская, которая течет в баррикадную, вот здесь улица, здесь. Посмотрите. Вот раньше это выглядело так. Автобус не мог ехать по прямой линии, не мог пересечь там садовое кольцо. И, видите, вот делаются эти вот какие-то безумные изгибы, доезжать от того места, где он мог бы развернуться и потом двигаться дальше в изначальном направлении. Невозможно было нарисовать прямые линии так, чтобы автобус мог прямо ехать, так, чтобы это соответствовало, в общем-то, желанию того, куда люди хотят приехать. И под лидерством Алексея Мичаева, который здесь сейчас в зале, и под лидерством многих других людей, мы это смогли исправить. И теперь возможно запустить этот автобус напрямую с Большой Никитской до баррикадной. И здесь еще несколько примеров, на самом деле, вот с Новослободской, там такой же хороший пример, теперь возможно ехать по прямой простой линии. И для этого потребовалось много труда, нужно было перестроить улицу, чтобы это было возможно. И нужно не забывать о том, что, когда вы видите вот, улицу, и вы видите вот такую ситуацию, когда у вас знак, что поворот только направо, это на самом деле запрет просто к тому, чтобы сделать хорошую автобусную линию. Это просто невозможно в такой ситуации. Поэтому, в общем-то, вот стоит здесь задать вопрос, почему же вот дорога так у нас здесь запланирована. Далее, несколько слов о том, что такое дизайн сети общественного транспорта. Я пытаюсь вот помочь городам думать о сети общественного транспорта, включая автобусы. Конечно же, у нас здесь институт дизайна «Стрелка». И я обнаружил, что много людей, которые являются архитекторами или дизайнерами какого-то рода, они не до конца понимают, что, когда мы строим таково родные сервисы, и мы сделаем автобусные сети, их тоже разрабатывают. Это процесс разработки, который требует времени и труда. И давайте поговорим об этом немного. Так вот, если я хочу просто, чтобы все были максимально широкие зоны цветовые, чтобы люди могли достигнуть, можно большее количество точек в городе, а здесь есть определенная математика. И здесь есть несколько вещей, которые нужно для этого оптимизировать. Например, частота автобусов, соответственно, время работы линий, например, пересадок остановок, скорость движения. Здесь есть несколько возможностей оптимизировать это, чтобы сделать эти зоны шире, максимально широкими. Это все правда и на других планетах. Об этом весело подумать. На самом деле, я писал как-то раз, что я статил на тему, сколько универсальная геометрия транспорта. Я просто представил цивилизацию пришельцев на другой планете. И я вот подумал, что же мне нужно представить, допустить об этих людях, чтобы, об этих существах, чтобы вот понять, что на самом деле у них общественный транспорт такой же, как у нас. Просто нужно представить, что они хотят жить близко друг к другу в городах, соответственно, им нужно путешествовать в этих городах на большие расстояния, которые не могут пройти ногами. И для этого им нужен как раз отдельный автомобиль. И, в общем-то, для этого нужно... В общем-то, этого вполне достаточно, чтобы понять, что они изобрели общественный транспорт, и работает он точно так же, как у нас. Я хочу поговорить о частых рейнях, о частоте, потому что это тот аспект общественного транспорта, который не видим как таковой. И если говорить с кем-то, кто не понимает общественный транспорт, что часто вы должны понимать себя... На самом деле, которые понимают самые высокие решения, на самом высоком уровне, так вот, частота... это то, что они чаще всего понимают неправильным, то, что они не до конца понимают, чаще всего. Но это суть всего остального, между тем. Так вот, особая вещь касательно, кстати, как часто приходит автобус, как долго ждать следующего автобуса. Так вот, особая вещь о следующем. Здесь выгода в кубе. Понимаете, эта штука делает три отличные вещи, независимо друг от друга. Во-первых, люди ждут меньше, они могут отправиться когда угодно. Далее, легкое затяжение мест, то есть легко можно добраться в большинство мест просто и быстро. И, наконец, надежность. То есть, если что-то пойдет не так про маршруты, то скоро придет другой автобус, вы можете поехать туда, куда нужно. Если вы вдруг потерялись, вы можете быстро дождаться другого автобуса. Это происходит сейчас в Северной Америке. И вот как раз появляется идея специального выделения отдельных линий, вот этих частых линий. То есть, выделять каким-то цветом, какой-то айдентикой те линии, которые будут работать быстро. Когда вы точно знаете, что по этой линии автобус приедет скоро. И это помогает людям обнаружить, вот где те линии, которыми очень легко пользоваться, потому что по этим линиям автобус придет очень скоро и приходит очень часто. Интересный здесь аспект в следующем, когда вы делаете этот город пройдинг, вот типичный знак, например, вот в моем городе, который показывает, что конкретно вот этот маршрут автобуса, эта частная линия. Таким образом, мы начинаем организовать наш процесс планирования как раз вокруг формирования этих частых линий. Мы начинаем строить, на самом деле, жилые помещения, которые требуют меньше парковочного пространства, что делает здание своими по себе дешевле, и квартиры своими по себе дешевле, потому что ясно, что эта квартира, это здание находится, жилое здание находится, в той точке, где легко можно сесть на автобус. Соответственно, если бы, например, тот же дом находился просто там посреди острова, куда никогда не ходит автобус, поэтому нужно больше парковки, потому что там людям больше своих собственных автомобилей. Очень важный паттерн, очень важная модель, на которую посмотреть, когда мы делаем такие вот освобождающие модели, это вот эта сетка частоты. Москва, конечно же, так не выглядит, там другая сетка, такая, вы знаете, там сетка такая в форме такой, знаете, паутины, там, видите, такая расходящаяся радиальные линии, радиальные линии с поперечными связями. Но, если посмотреть на сетку, то, в общем-то, базовый принцип здесь следующий. Мы хотим, чтобы частые линии пересекались друг с другом как можно более часто, потому что, когда одна частая линия пересекает другую частую линию, внезапно эти линии позволяют, сфере не позволяет отсутствовать так много новых мест. И, таким образом, вот такая сетка, это идеальная структура, в которой все работает вместе, настолько хорошо, как возможно. Если вы получаете такой результат, для абсолютно любой точки А, из которой вы можете отправиться куда-нибудь, до любой точки Б, неважно где, закройте глаза и ткните пальцем в карту, эти точки могут быть где угодно на карте. Способ добраться один и тот же. Вы коротко идете до остановки, ждете недолго, потому что у вас частая линия, затем вы едете недолго, достигаете точки пересадки, опять же, выходите из автобуса, ждете недолго, потому что у вас частая линия, едете еще немножко и чуть-чуть идете. В общем-то, таким образом, легко можно добраться из любой точки в любую другую точку. Что мне нравится в таких вот сетках, частных сетках, мне не нужно даже здесь говорить, кто важный, или кто заслуживает сервис больше, или для какого человека здесь поездка важнее, для каких условий населения здесь важнее поездка. Это просто идеальная структура, которая освобождает всех равным образом. Это оптимальная структура для того, чтобы, вообщем-то, у каждого была вот эта вот зона свободы максимальной, потому что движение общественного транспорта позволяет вам иметь одинаковые зоны свободы. Покажу несколько примеров того, как это работает в реальности. Хьюстон, Техас, один из крупнейших проектов, которые я делал в последние годы. Здесь было радикальное перепроектирование. Я часто на картах использую красный цвет, чтобы показать эти вот частные линии. И я использую сию часто для того, чтобы показывать линии, где автобус ездит раз в полчаса, и зеленый цвет для того, чтобы показывать линии, где автобус ездит раз в час. И видите, все это полосредиально, все движется в центр города. Соответственно, чтобы вам перейти из одной части города в другую, нужно было перейти в центр города, пересечь и поехать в другую часть города. Но Хьюстон при этом очень децентрализированный город, как Москва, тоже очень много мест, куда люди едут. Когда мы переделывали эту сеть, когда мы начали переделывать, мы обнаружили, что так много здесь, соответственно, лишних каких-то вещей было. Поэтому мы просто переспредили текущее ресурс, чтобы сделать вот это. Видите, до, после. И вы видите, что, в общем-то, вот эта линия, эта сетка, где у нас частые линии, привела к тому, что система стала гораздо, гораздо более эффективной, чем во многих других местах. Что еще важно по поводу вот этих частных сеток, если посмотреть на это вот в абстракции, то, если красная линия, такая частая линия, пересекает карту, если она пересекает в другую красную линию, у меня есть легкая возможность достигнуть любые места на этих линиях, потому что связь очень простая. Вам не нужно ждать автобуса долго, чтобы пересесть. Соответственно, я не хочу ограничивать эти линии под идеей. Я хочу, чтобы вот эти частые линии пересекали максимальное количество других частных линий, пересекая полностью всю зону города. И, кстати говоря, эту проблему выявил вот проект Магистраль, проблема в центре города. У нас была сеть улиц в центре города, очень много было как раз односторонних вот этих вот дорог, круговых паттернов, которые требовались того, чтобы автобусы двигались пока с кольцевым маршрутом. Именно из-за кольцевых маршрутов они не могли пересекать город целиком. Таким образом, было очень мало возможностей пересадок, чтобы быстро отправиться в другие районы, которые могли бы быть полезны и нужны другим людям. Соответственно, не было никакой возможности людям на обществе транспорта, на наземном обществе транспорта, просто там с востока приехать на запад. И как только мы сделали вот кольцо вокруг кремля двусторонним, немножко поменяли светофоры, соответственно, мы получили вот такую картинку. И вы видите теперь, что у нас есть вот линии, которые выделены цветом, они раньше не могли связывать друг с другом, и теперь картина изменилась. Видите, у нас были линии раньше с востока, линии с запада, в сторону Арбата, опять же, там не было никаких пересадений. Видите, как много было упущенных возможностей, чтобы люди могли просто сделать пересадку и двигаться дальше, куда их нужно. Так вот, видите, все это мы смогли исправить. Теперь у нас есть частые линии, некоторые из них пересекают полностью весь город, некоторые лишь доезжают до Китай-города, но тем не менее, они пересекаются друг с другом тоже. Это, по-моему, на самом деле показало градикальный рост, точнее того, куда люди могут добраться, благодаря просто возможности частых пересадок во многих точках. Далее, вернемся к Дублину. Еще один город, на котором мы работаем прямо сейчас, и там также есть интересная версия вот такого же рода радиальные проблемы. Это тоже очень такой радиальный город, он по форме очень похож на Москву. И сейчас город организован следующим образом. Очень много направлений по крупным улицам, и там очень много разных маршрутов автобусов, с целой серией этих автобусов, они повторяют друг друга. Они очень часто повторяют друг друга, и затем разбиваются, и, видите, двигаются в разные уголки города. Вот, видите, две зеленые линии с севера, одна из них движется дальше на юго-восток, далее на юго-запад. Это интересный эффект, то есть все эти люди совмещаются друг с другом, когда они совмещаются друг с другом, там частота резко растет. Но эта высокая частота, видите, только в центральной части города, а вот с тем она распадается. И нужно, на самом деле, сесть на специальный отдельный маршрутов автобус, чтобы это сделать тот район, который вам нужен. И остаток здесь следующий. Опять же, если вам нужно проехать через весь город, представьте, вам нужно просто там, не знаю, переехать с одной конечностью садового кольца на другую конечность садового кольца, если бы в Дубль не было такое же садовое кольцо, то на это потребовалось бы очень много времени. Интересно, мы предложили следующую вещь. Вместо того, чтобы сделать много маршрутов, которые двигаются, соответственно, вот в разных направлениях в городе, то все автобусы двигались бы в одном, в том же коридоре в городе. Это значит, следующее. Если у вас есть маршрут очень высокой частоты, то, соответственно, он бы существовал через весь город, и вам было бы очень удобно пересаживать на другие линии высокой частоты. То есть вы теряете определение автобусов, но вы сможете быстрее добраться в определенные районы, потому что вам не нужно ждать, вам не нужно ждать пересадки. То есть такая вот сеть, которая требует вас пересаживаться, но вы ждете дольше. Вы пересаживайтесь чаще, но вы ждете не так долго. Так вот. Если у вас сеть, которая требует вас чаще пересаживаться, это не значит, что она медленная. В городе типологии может работать и в Москве. Часто у нас бывают вот такие вот кучи линий, которые двигаются по одной и той же улице, потому что потом они разойдутся по ветвям. Часто в радиальных городах, когда происходит, у нас есть вот такие вот радиальные лучи, которые отходят, и очень много автобусов идут по ней. То есть такие улицы, как Новая Арбата, Эль-Скай. Затем, видите, есть такие промежутки между ними, которые тоже нужно обслуживать, такие поперечные связи. Видите, такие вот такие странные изгибы какие-то. Это довольно странно. И вы замечаете, что в таких сетях очень сложно горизонтально передвигаться, понимаете, с востока на запад, например, по такой диаграмме, потому что все ориентировано к центру города. Есть другой способ использования тех же самых ресурсов. Нужно убрать эти вторичные маршруты и делать очень мощные поперечные маршруты, которые не двигаются в центр города. Вы таким образом можете передвигаться, потому что передвигаться в разные места города. Вам не нужно передвигаться через центр, понимаете? Часто людям нужно только поперечные связи с передвигацией. И при этом они могут так быстро переместиться в другие части города и их карта свободы, и возможности их рабочих показей, встреч, и возможностей. И этот объем резко возрастет. Так вот, обобщаем. Для того, чтобы дать возможность по большему количеству людей передвигаться на общественном транспорте, дать им больше свободы. Свобода основывается на геометрии. Поэтому хороший дизайн, хорошая разработка сетей общественного транспорта основывается на геометрии. И вы знакомы с геометрией. Вы знаете, что слон не помещается в стакан вина. Вам не нужно здесь никаких экспертов, чтобы это понять. Просто слушайте людей, в чьих словах есть смысл. Спасибо. Будут ли у нас ответы на вопросы из зала? Да, добрый день. Меня зовут Иван. Значит, вот есть в Москве ЦОДД, Центр организации дорожного движения. Она белорусская находится. Вы, наверное, знаете, сотрудничали. И вот от нее как раз идет трамвай, который абсолютно пустой, номер 9. То есть там два вагона, и максимум ездят два человека. Вот такие есть маршруты, которые непонятно зачем существуют. То есть раньше там не было трех станций метро, сейчас они появились. Смысла в нем нет. И это очевидно просто. Я им видео показывал с этим трамваем. Вот я к ним приезжал. Вот, соответственно, я вижу всю эту историю. Она достаточно очевидна, что там надо чертить квадратики. Это все понятно. Но используется, точнее, почему в Москве не используются большие данные? Вот, например, парковки внедрили, миллион рабочих мест передвинулись в другие места. Абсолютно изменилась вся топография и, соответственно, появились новые заводские районы и так далее. Почему нельзя элементарно по сим-картам, например, проследить все эти данные есть в Москве? Что изменилось? Какие маршруты сделать? Исходя из этого, сложить все время ожидания, все время пути и сделать оптимальное. Почему это не делается? Все данные есть для этого. Да, эта работа проводится для того, чтобы использовать мобильные телефоны, чтобы действительно отслеживать то, как люди передвигаются. То есть, да, идея в том, что люди передвигаются своими мобильниками, и компьютер смотрит, кто как передвигается мобильный телефон, и, соответственно, это отслеживает. И надеемся, что он не смотрит так же, как вас зовут, и не рассказывает спецслужбам о том, что вы вообще на свете делаете всю жизнь. Об этом мы очень волнуемся в Америке. Но, опять же, здесь есть хотя бы возможность о том, чтобы посмотреть, какие данные есть, о том, чтобы действительно отслеживать движения людей. Но не нужны никакие данные, чтобы понимать, что трамвай номер 9 должен, на самом деле, дотягиваться до белорусской станции, белорусской. Линия должна заканчиваться в больших таких точках, где есть пересадка в большое количество мест. Линия номер 9 должна заканчиваться случайно, где-то посреди какой-то улицы. Соответственно, есть основные законы геометрии, которые говорят, что определенные вещи будут работать или не будут работать, потому что они будут расширять возможности людей. И не нужно знать, что делают люди, чтобы это понять, чтобы понять, что хорошо. Но, между тем, да, бигдата, конечно, это полезная вещь, но посмотреть на то, как можно узнать много вещей, просто глядя на основные принципы геометрического дизайна. Я люблю работать с автобусами, потому что ваши ошибки в плане автобусов не перманентны. Очень легко построить трамваями, построить трамваями, исправить ошибки в автобусах. Конечно же, с трамваями, если вы совершили ошибку, построили рельсы, но эту ошибку исправит осложнение. А это, конечно же, проблема с большими инфраструктурными проектами. Так что, поэтому я люблю автобусы. Автобусы классные, потому что можно легко исправить ошибки. Здравствуйте. Сейчас есть много разговоров о том, что так как общественный транспорт финансируется государством, государством, и в итоге налогоплательщиками, то есть с нами, что он должен быть бесплатным. А сейчас есть бесплатные трамвайные линии в Антарио и Торонто, это Канада, в Таллине. Как вы считаете, бесплатный общественный транспорт – это хорошо или плохо? И почему? Да, должен ли быть общественный транспорт бесплатным? Мне нравится теоретическое основание. Теоретическое основание, что это то поведение, которое нам стоит стимулировать, по-максимуму, если общественный транспорт бесплатный, то как бы да больше людей будет им пользоваться. Это, мне кажется, хорошо. Но есть, есть другие проблемы. Дело в том, что люди с бесплатными вещами обращаются немножко так пренебрежительно. Пренебрегать ими, использовать их слишком много, например. Часто бесплатный общественный транспорт может просто стать приютом для бездомных, понимаете? Опять же, если все вдруг внезапно резко сядут вообще с транспорт бесплатно, то сразу же станет ясно, что из-за этой высокой перегрузки нам потребуется гораздо-гораздо больше автобусов. Я, опять же, вот... Я происхожу из вот этого мира, вот этих утопических городов на западном береже США, и просто я смотрю на это, я смотрю на миллионы долларов, которые внезапно бы потребовалось для того, чтобы просто поставить на маршрут и достаточно автобусов, чтобы обеспечить всех людей, которые захотят на них ездить, если этот транспорт станет вдруг бесплатным. Очень интересный здесь аспект того, как вот сделать этот переход. Но в теории, да, идея отличная. Меня зовут Сергей. Я хотел спросить, а как вы оцениваете те изменения, которые произошли в центре Москвы за последнее время? Транспортная реформа, она принесла нам много хорошего, но с моей точки зрения и некоторые потери, например, в центре города мы практически лишились электрического транспорта. Мотивы высказывались самые разные. Говорили, что троллейбус, скажем, менее маневрен, чем автобус, хотя на центральных улицах, которые достаточно узкие и загружены, это преимущество автобуса, по-моему, совершенно ничтожно. И когда я впрямую говорил с руководителями транспорта, они просто не давали ответа, они опускали глаза и говорили, что им нечего на эту тему сказать. Вот как вы считаете, потеря троллейбуса в центре Москвы – это потеря или это приобретение? Спасибо. Хочу отметить следующую вещь. Опять же, я очень люблю троллейбусы. Очень люблю троллейбусы, но хочу отметить, что если вы сфокусированы на какой-то конкретной технологии, если вы сфокусированы, например, на желании спасти или защитить какую-то технологию, вы не концентрируетесь на том, чтобы создавать сети, которые предоставляют максимальный объем свободы большему количеству людей. Может быть, электроавтобусы скоро появятся, и нам троллейбусы вообще не понадобятся, потому что у нас будут электроавтобусы. Троллейбусы обладают своими недостатками, ограничениями, как трамваи. Да, все, доехал троллейбус до конца провода, и все, он останавливается. Очень сложно как-то переделать вот эти вот маршруты для того, чтобы сделать маршруты, соответствующие текущим инфраструктурным требованиям. Поэтому я люблю автобусы, потому что можно там просто более гибко что-то менять. Но, сказав об этом, я хочу отметить следующее. Во многих городах есть троллейбусы, и эти города полагаются на троллейбусы, любят троллейбусы и никогда от них не избавятся. Я не буду комментировать конкретно вот это решение в каком-то конкретном месте, но здесь есть и недостатки, и преимущества. Правда. Вы являетесь частью проекта Магистраль, спасибо большое за это. Во-первых, хочу сказать, что я люблю проект Магистраль. Это большой, супер-важный проект, и я каждый день испытываю положительные плоды этого проекта на себе. Но я часто говорю с сотрудниками Москва Транса, и вы говорите с сотрудниками Москва Транса, и я думаю, что вы можете ответить на мой вопрос. Вопрос такой, почему есть такие большие задержки в рамках Магистрали? Иногда приходится ждать 40 минут вместо 5, или даже час. Например, добираюсь сюда, например. Когда я сюда добирался, пожилая женщина спросила меня, «Посмотрите, пожалуйста, на телефоне, когда приедет вообще автобус М3». Я посмотрел на телефон, и телефон говорит, «Автобус будет через 80 минут». И она сказала, «Я уже прождала полчаса». Безумие какое-то. Почему вот так вот? Что ж, не ожидайте, что общественный транспорт сделает для вас вещи, которые геометрически невозможны. Не ожидайте, что какой-то перестройка общественного транспорта решит проблемы геометрии. Пока у вас не будет адекватной системы выделенных линий для автобусов и светофоров для автобусов, которые передвигают эффективно общественный транспорт через город, когда даже у вас пробки, вот пока этого не будет, у вас надежность будет низкой, у вас будут все графики разваливаться на части. Опять же, не нужно думать просто о том, почему ты не мог это исправить. Не думайте о проблеме. Очень часто люди подходят ко мне с такими комментариями, как будто люди, которые разрабатывают общественный транспорт, делают что-то не так. Нужно лишь посмотреть на геометрию того, что происходит. Очевидно, что это не проблема, которая в руках, там, не знаю, автобусников. Это проблема дизайна улиц и тех решений, которые были приняты о том, у кого должен быть приоритет в движении по улицам. Соответственно, мы лишь видим результаты этих решений. Это большая проблема во многих городах. Часто в городах, на самом деле, есть следующий подход. Давайте попробуем что-то в каком-то маленьком месте и увидим, как это работает. И часто так и происходило в Москве. Париж сделали по-другому лет 15 назад. Если вы были в Париже последние 15 лет, вы заметили, что там есть автобусная линия, выделенная на любой главной улице в городе. И так делали такое решение, приняли такое решение. Мы не будем бороться вот по одной улице, одну улицу за другой. И так медленно, тяжело, вечно это делать. Нет, мы просто скажем, почему это нужно сделать по всему городу. И они рассказали следующую историю, о том, как, какой эффект, разумеет автобусные линии. И это была мощная история. Если сделать это по всему городу, то внезапно автобусы начали ходить по расписанию по всему городу. Это гораздо эффективнее и лучше, чем говорить, что, окей, в этом году мы измерим вот этот километр, и если работает, возьмем километр в другой части города. Но понятно, что система не заработает, если изменить только один километр. Это одна из тех вещей, которые нужно сделать в большом масштабе, чтобы она работала. Парижский эксперимент был очень интересным, потому что там действительно все работало вот в противовес тем инстинктам людей, которые говорят о том, что нужно сделать все медленно, аккуратно, сработать лишь потому, что это было отважное решение и масштабное решение. Меня зовут Лиза, хочу задать вопрос о метро, назовите это как угодно. Давайте посмотрим на две системы. У нас есть система метро в Москве и система Москвы в Нью-Йорке. В Москве метро работает целый день, но ночью оно закрывается. Днем, опять же, все там четко, по расписанию, поезды ходят часто и так далее. В Нью-Йорке метро работает 24 на 7. На каждой линии есть отдельный график движения, свое расписание, и вообще непонятно, на какую линию нужно сесть, и все очень запутанно. Как вы думаете, какая система эффективнее и лучше? Я люблю московское метро. И мне кажется, московское метро, наверное, могло бы работать даже и по ночам. Я думаю, что город достаточно плотный, и достаточно плотный, чтобы на самом деле запускать на один поезд в каждые 10 минут. Но контраст большой между Москвой и Нью-Йорком здесь следующий. Нью-Йорк и метро в Нью-Йорке, это то, что мы называем... Это такой клубок. Это на самом деле набор инии, которые были построены конкурирующими между собой компаниями. То есть, вы понимаете, дело в том, что изначально они были построены так, конкурирующими компаниями, и чтобы станции метро были максимально далеко друг от друга, чтобы вы не пользовались станциями конкурента. Понимаете? В общем-то, это вот на самом деле как раз и есть вот результат того, когда общественный транспорт отдается на откуп частному сектору. То есть, понимаете, теперь государство тратит очень много денег, чтобы склеить это все воедино. То есть, изначально бизнесы не строили эти линии как единую сеть. Поэтому очень хорошо, что в Москве есть вот эта вот кольцевая линия. На самом деле, да, конечно же, еще Нью-Йоркское метро очень-очень запутано, там очень много веток. Очень легко чиновникам чертить вот такие связи между линиями. «Ой, замечательно, тогда у нас много связей, и линии ходят во все места города». Но, когда вы добавляете ветку, вы уменьшаете частоту, потому что добавление ветки уменьшает частоту. И если вы уменьшаете частоту, соответственно, сама по себе линия становится менее полезной. Таким образом, вот этого в Нью-Йорке очень много, очень много запутанных связей в городе. И опять же, это большой контраст между Лондом и Парижем здесь такой же. Лондонная система больше похожа на Нью-Йорк. Очень много разных кусочков, которые собраны вместе, никто никогда не думал, что это будет сетью. Вы смотрите на карту метро Лондона, это большой беспорядок, смотрите на карту Парижа, и там гораздо более это похоже на Москву. Простые линии, пересекающие весь город, насквозь, и так далее. Так вот, этот принцип, что линия должна пересекать весь город целиком, если это вообще возможно, это на самом деле есть гениальность московского метро. И это фантастическая вещь в московском метро. Если у вас линия, которая не делает, видите, как, например, голубая линия, которая заканчивается на Александровском саду, это слабая линия, это линия, которая представляет меньше возможностей людям. Это, на самом деле, относится к базовым разработкам, опять же, это основывается на историческим фактах. Вы, на самом деле, очень везучие, что у вас был такой мастер-план, на самом деле, сети метро по сравнению с другими городами, где по каким-то причинам этого не было. Добрый вечер, вы говорили о том, что нужно думать в масштабе. У меня есть вопрос к вам касательно перекрестков. Если поменять, соответственно, перекрестки на перекрестки с круговым движением, вместо светофора поставить там круговое движение. Как вы думаете, улучшит ли это трафик в городе? Что ж, круговое движение. Замечательно. У них есть пара назначений. Первое, это... Если у нас есть дорога с низким трафиком, как в пригороде, например, где можно сделать абсолютно функциональный перекресток без электрического светофора. Или, если вы хотите построить большой, мощный, значит, памятник в центре улицы, например, триумфальная арка в Париже, вам тоже нужно такое вот круговое движение. По другим... В других ситуациях, в любых других ситуациях в городе, где нет никаких других потребностей, в общем-то, традиционные перекрестки со светофорами в принципе лучше и эффективнее. Опять же, для общественного транспорта, для, например, автобусных линий круговые движения на самом деле проблема, потому что они очень сильно отдаляют установку. Представьте, что у вас вместо перекрестков на той сетке, о которой мы говорили, у вас вдруг появились перекрестки с круговым движением. И это круговое движение очень сильно увеличивает объем, просто вернее, длину, который нужно пройти, путь, который нужно пройти людям, чтобы добраться от одной остановки к другой при пересадке. Да, это красивое решение. Это, в принципе, здорово работает в районах, где пересекаются улицы второстепенного значения, и такого рода вещи можно часто видеть в новых районах, где как раз пересекаются улицы второстепенного значения. Но в целом это не хорошее решение для зон с высоким трафиком. И для общественного транспорта это не очень хорошее решение. И в Париже, конечно же, очень много вот этих вот зон кругового движения, перекрестков с круговым движением. И в Париже вам скажут, что это очень хорошо для памятников, но в остальном, в принципе, весьма раздражающая штука. Меня зовут Анна. Джеред, вы не понаслышке знаете о транспортной реформе в Екатеринбурге. Ну вот сегодня выходит разгромная статья, критическая в газете «Транспорт России». Жители недовольны, все плохо. Джеред, что пошло не так? Может, Аш? Я не хочу детально говорить о том, не хочу лично критиковать детально те вещи, которые были сделаны в Екатеринбурге. Скажу лишь следующее. Если вы собираетесь предлагать радикальную переработку в сети общественного транспорта, что неизбежно поменяет, изменит маршруты движения большого количества людей, если люди привыкли, что здесь есть прямой автобус из точки в точки, потому что так было всю их жизнь. Но если у вас есть какой-то большой план, чтобы автобусная система была эффективнее для большого количества людей, у других людей, соответственно, будет отнят их прекрасный маршрут. Те люди, которые ездили по этому маршруту, будут недовольны. И они, в общем-то, вправе требовать то, что они требовали раньше. И так происходит со всеми заработками маршрутов, которые я делал. Даже в Хьюстоне, видите, где полезность повысилась радикально, частично это было достигно, благодаря тому, что вот эти маленькие вот эти вот изгибчики, вот эти вот петельки, которые нравятся, как скажем, Павлове, и с тех пор это существовало, все эти малюсенькие такие вот петельки, финтифлюшечки. Люди их любят. Но в эффективном процессе, в эффективном, как раз, воплощении такого плана должна быть очень четкая стратегия коммуникации, которая сможет повысить у людей понимание более широких выгод такого рода планов. То есть, понятно, что неизбежно будут негативные отклики. Но это будет не единственный нарратив, который будет вообще в социальной среде. Это будет не единственная вещь, о которой смогут писать журналисты. Поэтому очень важный другой сториотелинг. Очень важно рассказать другую историю в Екатеринбурге, чтобы людям стало яснее, что ситуация не такая плохая, как кажется. Нужно помнить, я обещаю вам, и я буду всегда это говорить чиновникам, которые думают о том, как вот сделать такого рода переработку транспортной сети. Люди будут орать вам в лицо, неважно, что вы делаете. Если вы не хотите, чтобы на вас люди кричали, не поднимайтесь утром с постели. Это лишь часть нашей работы. Люди очень любят, чтобы у них был автобус, который делает всю жизнь одно и то же. Но, если все это суммировать по всему городу, то именно поэтому все автобусы в городе стоят. Потому что, в общем-то, если все будет работать так, как всегда, то, в общем-то, не всегда в этом будет смысл. Поэтому я часто говорю, не начинайте же процесс переработки транспортной сети, если вы не хотите негативных отзывов и не хотите, чтобы кто бы то ни было был несчастлив. Потому что такого рода цели не реальны просто. Но в своей работе, когда у меня есть возможность, я всегда вкладываю очень много энергии в то, чтобы вот сформировать эту историю, наразовывать вот эти вот картинки, графическое это выражение, расширение людей, свободы людей, чтобы широкая масса людей и чиновники понимали, почему есть выгоды того, что госпожи Павловой не понравится. Какие есть выгоды в том, за что люди кричат на вас? Андрей, вы хотели тоже ответить на вопрос по Екатеринбургу? Хотите защитить свой город, да? По-русски можете говорить, у меня есть переводчик, не волнуйтесь. Смотрите, если говорить про Екатеринбург, ну кто меня случайно не знает, меня, наверное, не знают случайно все, то я, Толумчев Андрей, один руководитель проекта фонда «Город.Про», один из тех, кто занимался транспортной реформой в Екатеринбурге, в частности, анализом данных. Так вот, если кратко, то транспортную реформу принесли на два года, потому что осенью будет губернаторский выбор, и губернатор решил, что ему такая история вот перед выборами не нужна. При этом есть консенсус среди всей городской администрации о том, что внедрять новую маршрутную сеть необходимо, просто потому что иначе у нас обанкротятся муниципальные предприятия, сначала автобусные, а потом трамвайно-троллейбусные. Даже невнедренная маршрутная сеть привела к серии изменений, очень полезных. Во-первых, у нас никто никогда не говорил до этого о том, что нужен повременной тариф, и тариф, который позволит делать пересадки, не платя за них. А сейчас его внедряют уже. Сейчас идет тестирование, сначала на трамвайно-троллейбусном управлении, потом на автобусном будет, потом, соответственно, запустится по всему городу. Во-вторых, у нас не получалось добиться того, чтобы делали выделенные полосы общественного транспорта годами. Сейчас запущено уже, по-моему, 6 полос, и в планах запустить еще 30, около 30. У нас не получалось убедить эту городскую администрацию, что остановки должны быть не посреди квартала, а рядом с перекрестками, чтобы людям удобнее было пересаживаться. Сейчас в план включено 47 остановок, которые необходимы для того, чтобы людям удобнее было делать пересадку. До внедрения маршрутной сети это должно произойти. И на данный момент внедрение маршрутной сети запланировано на 2019 год. Если вдруг с администрацией ничего не случится, а Россия страна непредсказуемая, то она будет внедрена. Благодарю. У меня вопрос такой. У меня на самом деле два вопроса. Первый вопрос связан с тем, что вы постоянно делаете пор на сетке, и то, что маршруты проходят из одного конца города в другой. А вы какие-то еще геометрические фигуры все-таки разматриваете? Например, если город явно содержит какие-то центры, к примеру, то в каком-то из этих центров, районов, например, будет отдельный маршрут какой-то курсировать? Или все-таки вы только рассматриваете, что он идет из одного конца в другой? И второй вопрос связан с тем, что вот как вы относитесь к тому, что, например, маршруты будут как-то динамически меняться в течение дня, а с учетом современных технологий, там наличие сотовых телефонов, к примеру, что фактически человек просто указывает на сотовом телефоне, куда он будет ехать, и как бы в каком-то смысле будет приедет специальный автобус, который как бы, его маршрут будет как-то специально просчитан или оптимизирован именно этого человека и других людей. И получится так, что тоже какая-то эффективность. Есть определенная дисциплина в подходе к такого рода вещам. Здесь нужно определенный скотум принимать, и я использую такого рода пострадавательность, когда я разрабатываю любую сеть автобуса, я начинаю с того, чтобы нарисовать самые большие, простые, частые маршруты, которые я могу нарисовать. И в идеале я рисую такую большую сетку, и говорю, окей, я посмотрел на потребность, но также я посмотрел на логику всей сети. Я вижу, что если я могу сделать такую большую сетку частных маршрутов, я смогу обслужить огромное количество людей очень быстро, что они бы добирались, куда им нужно, моментально. И когда я это делаю, я заметил, что я на самом деле, вот несмотря на какие данные мобильных телефонов, которые указали люди о том, куда они едут, вы бы не смогли построить московское метро, там, на основании данных московского метро, вы знаете, что в 7.30 там вечера два человека отсюда перейдут туда-то. Это не очень полезная информация, чтобы действительно анализировать перейти людей в общественном транспорте, где будет большой объем людей. вы можете использовать данные для того, чтобы делать большие сети, это крупные сети. То есть мы начинаем с этих наиболее частных, наиболее больших длинных маршрутов, которые могут работать все время, всю ночь, каждые пять минут, каждый день. И затем, когда мы получили это, мы смотрим уже на какие-то промежутки между этими маршрутами. И дальше уже можно рисовать какие-то специальные, такие изогнутые маршруты, и здесь частота будет ниже, потому что они обслуживают меньше объема людей. И затем, значит, мы все это сделаем. Но результат будет, как правило, приведет к тому, что у вас будет гораздо меньше маршрутов. То есть если у вас есть большие маршруты, вы делаете отдельные маршруты. Именно таким образом вы можете эффективно использовать ресурсы, чтобы обслужить максимальное количество людей. Если говорить о сервисе, который соответствует спросу, то есть, например, автобус, который приходит там, когда его вызвали, например, мне кажется, что эта идея, на самом деле, очень сильно упирается в проблемы геометрии. И эта идея не сработает в целом хорошо. То есть, соответственно, если вам нужно приехать к двери человека, от двери к двери, едет автобус, и вот кто-то вынужден проехать по всему этому маршруту, то для него это становится, в общем-то, не самым логичным решением. Очень быстро. Вот такое вот перемещение от двери к двери, когда автобус подбирает большое количество людей. Поэтому мы, когда мы добавляем таковы сервисы, они просто становятся, ну, такси. Проще только в ситуации использовать такси. Понимаете? Нужно не забывать о том, что если общественный транспорт должен быть успешен в том, в чем хороший общественный транспорт, для этого нужно планировать, чтобы общественный транспорт перевозит большие объемы людей. Автобус с 50 людьми в салоне не будет ездить от двери к двери. Это неудобно. Здравствуйте. Меня зовут Леон. Меня зовут Леон. Я слышал, что любят автобусы. Так вот, вопрос у меня тогда простой. Как вы думаете, популяция нашего города, она возрастет? Не только ситуации. Для этого использовать большие автобусы, более крупные автобусы, с двумя вагонами и так далее. Но использовать те транспортные средства, которые работают лучше для тех сервисов, которые вы нарисовали. Должен быть разный парк, парк разных автобусов, которые соответствуют разным уровням спроса. Самые загруженные маршруты, наверное, быть оснащены автобусами, которые могут сесть не менее ста пассажиров. То есть, либо автобус-гармошка, или, может быть, иногда двухэтажный автобус. Ели были двухэтажные автобусы. У нас в Дубле не такие штуки. Люди с теплом ездят в шейзинге автобусами. Мне, конечно, не так все это близко, но все мнено, что у нас достаточный большой объем транспорта, чтобы перевозить людей. У меня такой вопрос. Вы говорили, что транспорт... Вы говорили, что транспорт будущего это большие автобусы, вмещающие огромное количество людей. И вы не верите в то, что беспилотные автомобили как-то могут решить проблему транспорта в городах. Но если посмотреть, как решают проблему транспорта города Юго-Восточной Азии с очень плотным населением, то там очень много мелких моторных мото-такси, которые вмещают одного пассажира, и они везде-везде ездят. Но что, если транспорт будущего может быть маленькой автономной машиной, которая не в частной собственности человека, а как сервис, выполняет функцию коротких перемещений в любую точку, то есть обеспечивая высокую связность, высокую чистоту и достаточно дешевую стоимость. Как вы смотрите на такое развитие транспорта? Все должно помещаться в ширину улицы. И здесь еще раз мы возвращаемся к геометрии о том, сколько пространства каждый человек занимает. Понимаете? Таиланд. Города в Таиланде. Там все хорошо, там все хорошо работает, потому что все ездят на малюсеньких мопедах, которые похожи по размеру на велосипед. И все ездят на расстоянии 30 сантиметров от друга от друга. Понимаете? Да, это работает. Замечательно. Это эквивалент в том, чтобы у каждой машины 6 человек сидят. Но так или иначе, решение, проблема одно и то же, как сделать так, чтобы люди, когда перемещаются, занимаются, занимали мало места. С автобусом это сделать очень легко, но с малыми транспортными средствами это сделать гораздо сложнее. Понимаете? Если посмотреть на то, что должны делать маленькие транспортные средства, ну, я видел, самое близкое вообще к тому, чтобы достигнуть нужной плотности, здесь это мопеды или велосипеды. Но люди, которые проповедуют автономные беспилотные автомобили, здесь ищут о каких-то штуках, где есть стены. Понимаете? Я не знаю, как это все влезет. Геометрия. Понимаете? Лишь геометрия. Добрый вечер, господин Уокер. Меня зовут Макс. У меня такой вопрос. Продолжая дискуссию об автомобилях, причинам, которые люди используют автомобили, покупают автомобили, это то, что вот никто не вторгается в их частное пространство. Это для них важно. Если люди становятся богаче, с годами, они предпочитают, действительно вот предпочитают иметь собственные автомобили. Как вы думаете, вот не кажется ли вам, что вот вы упираете в такую проблему, если вы как раз вот проповедуете автобусный транспорт в городе? Хороший пример на самом деле вот того, что у людей есть самого разного рода желания. Люди хотят, чтобы у них было частное пространство. Люди хотят, чтобы у них был престиж, статус. Люди хотят, чтобы они могли обогнать других людей и быть важнее, чем другие люди. Все это по-прежнему должно влезать в улицы. И геометрия здесь определяет то, что является возможным. И, конечно же, можно распределять пространство на основании богатства людей. И мы это делаем в определенной степени в жизни. Да. Даже в городах, где, в таких городах, как Париж, где вообще транспорт настолько доступен, и все мы используем это, значит, что лишь миллиардеры ездят на машинах, на самом деле. Просто больше никому это не нужно. И если только миллиардеры будут использовать автомобили, то, в общем-то, места для машин хватит, на самом деле. Но в целом, должно быть решение для проблем того, сколько людей могут общественный транспорт в городе перевезти. И на решение этой проблемы никак не влияет базовой страсти и желания людей к богатству и тому подобным вещам. То есть, желание людей показаться богатства никак не влияет на решение проблем геометрии. Да, на самом деле правительственные различные законы или ценообразование, все это одни из решений проблемы. Самое честное решение, на самом деле, здесь, это решение, основывающееся на, кстати, свободном рынке, это просить людей платить за те ограниченные ресурсы, которые они используют. Вы приходите, приезжаете на машине в центр Москвы, будучи водителем в собственном мобиле, вы используете 20 квадратных метров бесценного пространства. Понимаете? Это самое дорогое пространство. Вы используете большой кусок земли, который стоит очень дорого. Почему это должно быть бесплатно? Вы арендуете это пространство, это должно быть честно. И есть такой вот, такой уровень этой цены, который приводит к тому, что хоба пробок не будет. Вот она, простая теория за ценообразование. Это брутальный экономический факт. Есть естественный баланс спроса и предложений, который определяет естественную цену такого рода услуги. Если вы назначаете слишком низкую цену, то в итоге вы, это приведет к тому, что люди будут стоять в очереди, в пробке, листают в очереди и пытаются использовать ограниченные ресурсы. Помните, как в Советском Союзе хлеб по талонам, и люди стоят и ждут этот хлеб целый день. Понимаете, либо вы платите с деньги сразу больше, либо вы платите меньше, но ждете очень долго. Математика. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня один такой очень простой вопрос. Вот на картинках, где сравнивалась вместимость автомобилей и автобусов, мы видим заполненный просто по максимальную вместимость автобус и в общем-то недозаполненный автомобиль. Ведь в каждом автомобиле, как известно, четыре места, а не одно. А вот есть какое-нибудь понятие по то, что автобус может быть заполнен только максимально, но еще и комфортно. Вот, например, по-моему, эти вместимости очень сильно отличаются. Что вы скажете по этому поводу? Да, очень относительная такая вещь, и это, на самом деле, люди по-разному на это смотрят. Есть уровень комфорта, который люди в идеале бы почтили, и тот, который они готовы терпеть. Посмотрите на метро. Метро переполнено. Насколько она переполнена? Переполнена до той степени, которую люди готовы терпеть. Насколько близко люди могут стоять? Это выражение вот того, как общество смотрит на то, сколько пространства нужно отдельному человеку. Это может быть физически неудобно, но какая альтернатива? Альтернатива перевозить меньше людей на метро, и больше людей будут за это платформы. В Японии гораздо больше людей сядут на метро, чем в России. Просто вот так вот отличается. Это как с пробками. Это чудесно, когда вы можете сесть в вагон метро, где нет никого. Но метро ведь не так выглядит, когда успешно перевозить большие объемы людей. Есть очень неуспешный, очень неуспешный железнодорожный проект в моем городе, цель которого была специализироваться в том, чтобы обслужить очень богатых людей. И оказалось, что богатых людей просто недостаточно. Реклама была следующего рода. Вот такая прекрасная картинка, женщина чудесная сидит с чемоданчиком, вот, значит, с открытым чемоданчиком сидит, значит, на своем сидении, вот много-много пространства, и просто люкс такой. Ну, это просто картинка вот сервиса, который потерпел неудачу. Значит, если бы сервис был успешным, то везде бы там сидели люди, понимаете? Мне кажется, нам не нужно так много комфорта, как мы себе говорим, на самом деле. Если бы нам это было нужно, то мы, наверное, бы не садились в метро, когда он переполнен. есть определенный уровень комфорта, который мы все готовы терпеть. В течение, там, не знаю, короткого времени путешествия, общественного транспорта, ну, просто там, не знаю, смотрим, что делают люди, и уровень, в общем-то, того, насколько люди готовы набиться в автобус, в общем-то, мы, на самом деле, так и планируем. Мы смотрим на поведение людей, и это гораздо важнее, кстати говоря, чем, там, слушать то, что люди говорят вам о том, что они хотят. Важно это то, как люди, на самом деле, себя ведут. И вот на основании этого мы и планируем. Поэтому спасибо всем большое. Чудесный вечер. Спасибо же за ваши вопросы.